Уровни организации. Теперь давайте поговорим с вами про уровни организации жизни. Что это такое? Это также иерархия, которая отражает уровень усложнения жизни. К примеру, самый нижний уровень молекулярный, но клеточный уровень невозможен без молекулярного, так как клеточный уровень базируется и подготавливается и определяется структурой молекулярного уровня. Вам уже известно, что все тела, я, вы, телефоны, стол, это тела, и они состоят из молекул. Также из молекул состоят клетки. Из клеток образуются ткани, из ткани – органы, из органов – организмы. Из организмов создаются популяции, виды и так далее. Идет по нарастающей. Начнем мы с молекулярного или с молекулярно-генетического уровня. Это белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и прочие органические молекулы, из которых состоит наш организм. На этом уровне происходит изучение явлений, связанных с изменением или мутациями и воспроизведением генетического материала и также обменными процессами. Вот тут мы можем увидеть молекулы белка, углеводы, как углеводы, что углеводы состоят из глюкозы, жиры, из глицерина и жирных кислот, белки из аминокислот. Далее у нас идет клеточный уровень. Клетка является структурно-функциональной единицей живого и единицей размножения. То есть это самая маленькая структура, которая способна самостоятельно функционировать. Поэтому это структурно-функциональная единица. Уровень, на котором жизнь существует в форме этой самой клетки. Как мы с вами уже говорили ранее, науку о клетках изучает психология. На этом уровне изучают процессы обмена веществ и энергии, обмен информации, размножение, фотосинтез, передача нервного импульса и все другие процессы, которые происходят внутри клетки. И как клетка взаимодействует с окружающей средой. Клетки у нас образуют ткани. Следующий уровень тканевый. Что такое ткань? Ткань – это совокупность сходных построений и по происхождению клеток, выполняющих какую-то общую функцию. К примеру, у нас есть эпителиальная ткань. Это наши покровы кожные. Что кожа делает? Она защищает внутреннюю среду организма от внешних. То есть от физических, от химических повреждений. Мышечная ткань тоже состоит из одних и тех же клеток и выполняет одни и те же функции. Из ткани образуют органы. Следующий уровень, соответственно, органный. Тут у нас уже орган является структурно-функциональным объединением нескольких типов тканей. То есть органы у нас состоят не из одного вида тканей, а из нескольких. К примеру, вот тут вот в трахеи и в кромках трахеи – крещевая ткань. У легких – хипителиальная. Далее. Органы образуют системы органов. А системы органов, в свою очередь, создают организм. Следующий уровень – организменный. То есть это функциональное взаимодействие нескольких систем органов. Далее организмы уже образуют популяционно-видовой уровень. То есть популяции и виды. Популяции и виды объединяют особи, которые имеют сходное строение и которые могут дать плодовитое потомство. Для популяции также характерна общая санимаемая территория. К примеру, тигры живут на какой-то определенной территории. Они не могут жить где-то в Антарктиде, потому что они там не выживут. Популяционно несколько популяций образуют экосистемы или биогенетический уровень. Это уже сообщества, такие экосистемы, которые состоят из разных популяций и сред их обитания. Далее у нас следует биосферный слой. Уровень этот представляет совокупность всех биоцинозов. В биосфере для вас не секрет происходит круговорот веществ и превращение энергии с участием организма. К примеру, всем известный круговорот воды. Вода бесследно не исчезает и не появляется. Если где-то она испаряется, значит где-то она прольется дождем. Так же, как и энергия. Вам по физике это уже говорили. Что если энергия выделяется, значит где-то эта энергия потребляется. Что такое клетка? Давайте повторим еще раз. Как вы поняли, что такое клетка? Давайте, жду ваших сообщений или ответов. Давайте смелее, ребят. Что ж, еще раз повторю, что клетка – это та минимальная структура живого, которая обладает всеми свойствами живого. То есть способна к росту, к обмену веществ, к разбитию, к передаче генетической информации, саморегуляции, самопену и прочим. Что объединяет вот эти вот рисунки? Вот на этот вопрос точно надо ответить. Что объединяет рисунки? Как вы думаете? Икринка, не считают, головастика. Икринка, так же, как и яйца, состоят из одной клетки. Вот это вот нервная клетка, а вот это мышечная клетка. Также одна клетка, одна клетка. Но единственное, у них разные функции. Нервная клетка проводит импульс, а мышечная клетка сокращается. Чем сложнее организм, тем более разнообразны по своему строению и функциям его клетки. К примеру, дрожжи. Они устроены просто. Амеба. Уже сложнее. Комяк. Уже целый организм. По своей системе.